В условиях пандемии коронавирусной инфекции многие из нас испытывают повышенный стресс. Тревожность значительно возросла, а количество запросов в Google, как побороть паническую атаку, увеличилось в разы. Именно поэтому мы созвонились с психологом, основателем Центра практической психологии Мариной Романюк, которая согласилась дать несколько советов, как побороть беспокойство на фоне стремительно развивающегося вируса COVID-19. Давайте послушаем. Марин, добрый день. Здравствуйте. Марин, дайте, пожалуйста, несколько советов, как быть людям, которые эмоционально сложно переживают данную ситуацию, возможно, испытывают какие-то панические атаки, либо чрезмерные страхи. Давайте рассуждать логически. Что делает страх с телом человека? Когда человек боится, у нас повышается уровень адреналина и уровень партизола. В короткие периоды времени это очень даже здорово. Но когда это продолжительные отрезки применяют, тогда наше тело работает на повышенных оборотах. И это точно не способствует здоровью. Что бы я посоветовала? Юмор. Юмор – это один из лучших способов, который нивелирует все неэффективные состояния и точно повышает иммунитет. Смотрите комментарии, смотрите интересные видео. Повышайте свой иммунитет таким образом. Марина, как быть человеком, который уже заражен, узнал об этом и также испытывает сильное эмоциональное потрясение? Ну, на самом деле здесь каждый случай надо рассматривать отдельно. Все зависит от возможности человека в этот период и от способности человека в этот период. Но кроме того, что советует медицина, я бы еще посоветовала в это время отдаться своим мечтам. Помечтайте, подумайте. То, о чем вы мечтали в детстве, попытайтесь реализовать. Если это не получается сделать в материальном мире, попробуйте это сделать виртуально. Попробуйте представить, что ваша мечта исполнилась, каким вы стали, что у вас изменилось, какими вы качествами обладали. И это поможет вам повысить свой уровень смысла внутренней и в более яркой, в более легкой степени пережить эту ситуацию. Как быть тем, кто сегодня находится в условиях изоляции, нельзя выходить из дома с точки зрения психологии, как лучше провести это время? Есть такое понятие, что вирус перепрограммирует человека. Что это значит? Вирус дает человеку возможность выйти из зоны комфорта и построить какие-то новые стратегии, построить какое-то новое поведение на разные ситуации жизненные. Что бы я посоветовала? Ребята, развивайтесь. Сейчас много различных либнаров, тренингов, курсов, как платных, так и бесплатных. Сейчас самое время развивать себя и разрешать своей психике меняться. А что делать, если изоляция с детьми, когда трудно и взрослому, и ребенку? Ну, на самом деле, я бы такой вопрос решала в более индивидуальном порядке, в зависимости от того, какие отношения в семье и к чему привыкли в семье, к каким действиям. Но есть и общие рекомендации, например, установить какие-то правила. Правила можно установить в игровой форме. И также очень важно, чтобы у вас и у ребенка было свое какое-то место. Если в квартире мало места, вы можете просто установить стул, накрыть его каким-нибудь материалом, каким-нибудь покрывалом. Это будет место ребенка, куда он может спрятаться в любой момент. Я говорю с ребенком, что такое же место есть и у вас. Какие-то, возможно, временные рамки, когда вам нужно побыть одним. Еще очень хороший способ, когда вы ребенка приучаете к самостоятельности. Это где-то в каких-то случаях сложнее делать, где-то в каких-то случаях легче. Но вы можете включать youtube и с ребенком заниматься. Сейчас очень много различных упражнений, мероприятий, которые показывают, как заниматься с ребенком вот прям в режиме онлайн. Сначала вы с ребенком участвуете в этом мероприятии, а потом вы сначала уходите на минуту, на две. И так ребенок привыкает что-то делать самостоятельно. Марина, последний вопрос. Как быть тем, кто стал меньше зарабатывать, кто, возможно, терпит потери в бизнесе и на фоне этого также испытывает огромное беспокойство? Как успокоиться? Хороший вопрос. Я бы ответила на него так. Не успокаивай. Ищите новые возможности, ищите новые выходы. Это время как раз на то, чтобы что-то поменять в своей жизни, как-то перестроить свои дела, свой бизнес, возможно, свое какое-то отношение и свои стратегии, к которым вы привыкли. Поэтому я считаю, что это время перемен. Сейчас уже избитая фраза, но, наверное, каждый из вас слышал, что у кризиса есть две стороны медали. На одной медали это разрушение, а на втором это получение каких-то новых ресурсов и возможность что-то поменять в своей жизни. выход есть всегда. Поищите новые возможности, которые сто процентов у вас где-то лежат рядом. Возможно, на поверхности, возможно, глубже. Общайтесь с людьми, которые уже нашли выход. Больше читайте. Смотрите, как развивается онлайн-бизнес, потому что очень многое сейчас переходит в онлайн-режим. Вариантов множество. Рин, спасибо большое. Будьте здоровы, не болейте. И до свидания.